Я представлю участников нашего круглого стола. Анатолий Игоревич Львенчук, который только что делал доклад о системном мышлении. Сергей Пчеляков, главный наш спикер, он расскажет о том, как он применил системное мышление и что из этого получилось. Дмитрий Безуглый, который выскажет свою точку зрения. И Андрей Шпенев, который расскажет о том, как бы он исправил предыдущие проекты, если бы знал раньше об этом. Ага, а я сказала, я уже Ирина Гертовская, вот и я аналитик последние 20 лет. На самом деле аналитик, здесь системное мышление для нас еще важно тем, что закрывает наши разные роли. В роли аналитика мы выполняем разные роли. Мы сейчас об этом тоже поговорим. У меня 10 минут, тайминг очень жесткий, поэтому у меня 10 минут, 5 из них уже прошло, но мы там украдем. Тайминг буду сразу объявлять каждому участнику, у нас там все это расписано. Итого, проблемы отрасли, в общем-то, жуткие. На крупных проектах перераскод бюджета, времени, сроков больше 90%, на средних проектах 63%. Это данные мировые, они известны, они в литературе есть. Если в презентацию не вставила, но в принципе знаю, где взять. Вот эти проблемы, там и расширение наших возможностей влечет потребности циколдеров, и высокие темпы изменений, и изменения на ходу, когда работает система, ее уже надо, она должна работать, а мы должны изменить параллельно. И нехватка наших знаний, высокий порог входимости, через все это мы, и зоны ответственности очень высокие, вот у нас ерунда, мы не только анализ делаем, синтез тоже, никуда без этого не делаем, не пойдешь. И влияние моды, оно очень высокое, и вот иногда влияет плохо. И вот обо всем этом думаем не только мы, а обо всем этом думает мировое сообщество IT-специалистов, и столь известные нам вообще по книгам, по нашим технологиям товарищи Ивар Яковсен и компания в 2009 году объявили об инициативе по превращению программной инженерии в научную дисциплину. Техническую, вот они это объявили, они к ним присоединились массы в количестве полутора тысяч участников, таких крупных, как и IBM, и Microsoft, и всех на свете. И в 2014 году появился стандарт OMG Essence, который собственно ядро и язык для программной инженерии. И вот все это написано, ссылки я пытаюсь давать где. Мы не будем сейчас говорить о концепции, у меня только 10 минут, это невозможно. Я поговорю о тех практических вещах, которые следуют из всего. Эта концепцию знать надо, как оно состоит, знать надо для того, чтобы правильно работать. Но я сейчас хочу рассказать о том, как применять это, то, что надо узнать. Вот выделено три уровня абстракции. Область интересов. Клиент, решение и предпринятие. Это, собственно говоря, те области, в которых мы с вами живем, в которых мы с вами три уровня, на которых мы с вами думаем. У нас клиент – это наши стейкхолдеры, и то, что мы с ними общаемся, и что они хотят решения, это то, что мы проектируем, как оно должно быть. И реализация тоже, которую мы тоже видим, в которой мы тоже участвуем. И, собственно говоря, менеджерский уровень, что нужно сделать для того, чтобы оно заработало. Собственно говоря, наша цель, для цель нашей вообще работы – система должна работать. Вот она должна что-то приносить, то, что хочет стейкхолдер, удовлетворить его потребности. И вот на этих трех уровнях выделены семь альф-альф, основные альфы проекта. Это на уровне предпринимательства возможностей и стейкхолдеры. Причем не пугайтесь здесь, даже в этой презентации будут иногда разные названия этого, но в связи с тем, что разные переводы, разные пояснения. И презентацию собирала, брала из нескольких мест, и, может быть, там будут какие-то в одном месте были нестыковки. Но это не нестыковки идеологические, это просто разными словами объясняется. Итого, на уровне решения – это у нас требования, которые мы собираем, которые мы должны удовлетворить, и программная система. И на уровне предпринятия действий, то есть на уровне менеджерства, то, в чем мы тоже участвуем, потому что это работы, это технологии, которыми мы работаем, и команда. Да, мы тоже члены команды, и мы воздействуем на членов команды. Да, вот эти семь альф, о которых я говорила. Каждая альфа – это, собственно, аспект какого-то проекта, за которым надо следить, чтобы понимать, что проект идет, и идет успешно, идет к успешности. Вот это важно. И вот системная схема проекта здесь все наши альфы связаны как-то с другими, совершенно четко показано как. Это все нам предлагается. Дальше. Альфы имеют, каждый альфа, свое состояние. Они описаны, эти состояния названы, описаны, и, то есть, движутся по своему жизненному циклу. Для каждой альфы свое состояние выделено. Дальше. Диаграмма основного ЖЦ. ЖЦ тоже несколько жизненных циклов, поскольку у нас тоже несколько жизненных циклов, разные проекты. Вот жизненный цикл. И у меня нет, к сожалению, указки. Вот замысел проектирования, изготовления и разворачивания – это этапы жизненного цикла проекта. И мы проверяем, дошли ли мы до очередного этапа по состоянию альф, всех семи альф. А вот как проверить сейчас, то есть, у нас есть состояние альф, дошли ли они или нет. И мы смотрим, мы до проектирования, чтобы дойти до проектирования, до этапа, у нас, соответственно, должны все альфы выполнить, пройти те состояния, которые были предыдущие. Для того, чтобы проверить, как эти, дошли ли альфы до этого состояния, нам даны колоды вопросов. То есть, колоды карт, на которых есть вопросы. Мы, отвечая на эти вопросы, вопросы очень примитивные, совсем простые. Но суть в том, что на эти вопросы должен отвечать не один человек, а команда, ну или представители команды, компетентные представители со всех сторон. И, отвечая на эти вопросы, мы понимаем, дошли ли мы до этого этапа, успешный у нас этап, или мы что-то забыли. Ведь самая большая проблема больших проектов, что мы забываем, не то, что мы забываем, мы упускаем, мы знаем, что оно есть, мы вот отложили его. А здесь все видно, это чек-лист по оценке документации, я взяла самый простой. Примерно такие же, ну, документация всем понятна, примерно такие же чек-листы есть по каждому, по каждой альфе, по каждому состоянию альфы. И вот мы, проверяя эти чек-листы, мы понимаем, что вот здесь мы упустили, я, собственно, все, да. Вот здесь мы упустили, и можем на это воздействовать. Мало того, что мы можем воздействовать сегодня на то, что упустили, мы можем наперед увидеть, что нам надо не упустить. Вот как пользоваться чек-листами. И еще, там, кроме того, что я рассказала, есть еще много чего разного. Матрица стейхолдеров, которая нам помогает, ну, собственно, она из Бабока известна тоже, но немножко-немножко другая. Карты влияния, ну, и еще там есть некоторые вещи, которые, в принципе, помогают. У меня, в принципе, все. Я передаю слово Сергею Челякову, который расскажет, как он это применял в своем проекте. В общем-то, голосовые видео, звонки, ну, то есть, вот то, чем практически пользуются сейчас все современные, так скажем, технологии на базе платформ Nokia, мобильные операторы могут реализовать. И мы, собственно говоря, реализовали один из проектов для мобильного оператора. Это опорная сеть. Соответственно, проект был рассчитан на… вначале был рассчитан на 43 месяца. Потом в процессе реализации проекта появились новые требования. Я думаю, для многих это известная история, когда проект уже в стадии реализации, появляются новые требования, нужно, в общем-то, на ходу изменить и состав работы, и, в общем, реализовать проект успешно. Соответственно, получили новые вводные, посмотрели на таймлайн, посмотрели на бюджет. Бюджет не менялся, заказчик требует сохранять то же время, обеспечить, пожалуйста, нам в то же время в больший объем за те же деньги. Ну и, собственно говоря, команда проекта начала работать и со стороны Nokia, и со стороны мобильного оператора. И мы начали сталкиваться с разного рода проблемами, которые, так скажем, стали притормаживать проект. И вот к моменту, когда я присоединился к команде, мы отставали где-то процентов на 15-20 разных, так скажем, моментов. Что в итоге? В итоге применяли различные практики, которые, так скажем, предлагает и системное мышление, и системный менеджмент, и системная инженерия. Компания Nokia имеет достаточно большой багаж, так скажем, в этих практиках, но в проекте на тот момент, когда, так скажем, мы получили набор проблем в виде новых требований и, так скажем, отставания, мы их применяли, может быть, не настолько системно, что ли, да? И пришлось, в общем-то, копнуть в практике. Я сейчас, наверное, уже перейду к, так скажем, к тому, куда мы копнули. То есть пришлось нам посмотреть на менеджмент, пришлось посмотреть на инженерию, как отрабатываются требования, как они появляются в проекте, кто за них отвечает, кто за них платит, а когда не платят, то, как бы, ну, может быть, и не надо их делать, реализовывать эти требования, соответственно, в общем-то, достаточно так серьезно подошли, потому что, ну, и от заказчика были серьезные требования, эскалации были на уровне руководства компании, что со стороны заказчика, что, так скажем, до вице-президентов наших европейских тоже заказчик достучался, имели проблемы. Коротко хочу сказать, что, ну, вот, платформу именно системную применяли, так скажем, не по отдельности каждый уровень, а все, в общем, складывали одно с другим. Как менеджмент, так переходя в инженерию, и, соответственно, все это склеивали за счет коммуникации и совместной деятельности, потому что, ну, без этого было, в принципе, невозможно реализовать. Что увидели? Увидели проблемы с ресурсами и стали анализировать, как бы, почему в команде, в общем-то, 40 человек с одной стороны, 40 человек с другой стороны, при этом какие-то работы делаются по два раза, какие-то работы по три раза с неудачным результатом. Начали смотреть и вынесли такие моменты, что, во-первых, нет синхронности между работами групп, как то, например, те, кто готовит конфигурации для развертывания новой системы, те, кто эти конфигурации применяет, ошибки на разных уровнях приводили к тому, что, в общем-то, ну, где-то перегрузы были, где-то ошибки, в общем-то, команда была перегружена. Стали смотреть на то, как бы, ну, вот, на узкие места. То есть взяли из канбан практики, это лимит, work in progress, то есть стали смотреть, у кого, сколько, вот, какая очередь, чтобы работы выполнялись не в корзину или в ожидании, а для того, чтобы, ну, каждый на своей части отрабатывал срок, то, что нужно, так скажем, в следующей группе людей. А также для того, чтобы разобраться с проблемами, в общем-то, использовали классические вещи, как-то цикл деминга, взяли план дуча, как, да, то есть, ну, чтобы смотреть, где возникает проблема, да, чтобы обнаруживать проблемы не в режиме таком реакционном, да, в режиме, ну, наблюдения, то есть руководитель проекта с нашей стороны, в общем-то, мы с ним, так скажем, пообсуждали, посмотрели, есть, хорошо, есть очень удобный цикл, это ООДа, луп, так называемый, в общем-то, был и применен, да, ну, и, собственно говоря, когда начали принять эти практики, поняли, что у нас, в общем-то, есть цепочка работ, и у этой цепочки есть, так называемые, боттлнеки или узкие, так скажем, места, которые нужно определить, почему они возникают и как ими можно управлять, для этого, в общем-то, использовали некоторые методики из теории ограничений, ну, тут кратко, в виде, как сказать, больше как якорь, это набор практик и набор уровней зрелости по канбану, соответственно, в зависимости от того, до какого уровня вы хотите достичь, вы можете, в общем-то, ну, вот, так скажем, продвигаясь от нулевого уровня, клуб же управлять вначале, ну, как сказать, мы управляли, мы дошли до уровня, когда мы стали отгружать в срок, так скажем, заказчику, то, что он просил по плану, то есть мы дошли где-то, ну, первый, второй уровень, вот, соответственно, на первом уровне мы боролись с тем, чтобы задачи выполнялись, и те, кто берет на себя задачу, их выполняли, потому что это тоже, в общем-то, известная история, когда нужно заставить, ну, как сказать, принудить, да, при том это в мирных условиях. Ну, тут это такая, как большая демонстрация, да, то есть вот bottleneck, это одно узкое горлышко, да, у каждого в проекте, я думаю, если внимательно посмотреть, то этих узких горлышек, их там несколько бывает десятков доходит, это в основном ресурсы разного рода, соответственно, приходится, так скажем, управлять именно не вот ни одним узким горлышком, а несколькими, чтобы через них пройти в нужный срок, предоставить нужное решение. Ну, собственно, для заказчика это нужный результат, для исполнителя это деньги в срок. При, так скажем, борьбе за качество и за качество в срок применяли элементы из инженерии, как то, чек-лист это self-assessment, так называемый, то есть, когда вот кто-то сделал работу, он, прежде чем ее отдавать на другой уровень, другому, так скажем, другой группе, должен был проверить себя и убедиться, что он сделал то, что от него просили, и подтвердить это, при том, ну, явно. Также проверяли готовность перед следующими важными дорогостоящими этапами, это, так скажем, ну, чек-лист, реднесс, так называемый, когда мы, в общем-то, те, кто участвовал в подготовке данных и те, кто далее должен был участвовать в применении этих, так скажем, конфигураций, они должны были совместно друг другу явно подтвердить. Они сказали, мы сделали то, что вы просили, а те, кто потом этим пользовался результатами, должны были сказать, да, вы сделали то, что мы у вас заказывали, мы это можем применить, при том, что, ну, как вот я говорил, мобильный оператор, мы мигрировали сеть, ну, трафик голосовой, в частности, голосовой трафик в сети в живой. То есть это нужно было, так скажем, со старого оборудования на новое оборудование перенести трафик. В общем-то, это реальные деньги, реальные пользователи, там, реальные жизненные ситуации, нужно было, чтобы, ну, был непрерывный, так скажем, сервис. Также использовали жизненный цикл, для этого применяли, когда нам нужно было понять, что поменять в нашей системе, почему мы где-то отставали, мы анализировали жизненный цикл, как он есть, смотрели, как надо, для того, чтобы достичь нужного результата, и смотрели, какие изменения нужно сделать. Ну, тут даю ссылку на книгу, в общем-то, Ирина тоже не рассылалась, это про чек-лист, в общем-то, как применяется, как используется, какие плюсы дает. В коммуникациях также использовали ролевую модель, при том, что ролевую модель использовали, так скажем, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать, кто какую роль, так скажем, выполняет, зачастую, ну, дальше для того, чтобы этот человек или, там, группа людей свою роль выполняли в соответствии с той ролью, которая у них есть. Потому что, ну, мы знаем, что из, так скажем, как говорят, нанимали инженера, а получили полного человека, да, целиком со всеми его, так скажем, идеями, там, желаниями. Вот, соответственно, если это был инженер, от него требовали, чтобы он выполнял роль инженера, если это, так скажем, менеджер проекта, то от него, чтобы он управил проектом и в срок результатцию давал с той командой, которая у него была. Соответственно, матрица ответственности, ролевая модель нам позволили принуждать исполнять, так скажем, мирным способом то, что было запланировано. Мы получили результат. Собственно говоря, итог. Вернусь сначала. Закончили, должны были закончить в 2021 году, проект закончили в 2020 году, почти на год с лишним раньше. Бюджет уместились, заказчик в итоге был доволен, и вместо эскалации, которые были вначале, потом написал, так скажем, некий отзыв. Сказал, что молодцы, надо было начинать сразу так. Такой результат. Было всем приятно, собственно говоря, как на стороне заказчика, так и в Nokia у нас тоже. Мы считаем, что это хороший такой проект. Начинался тяжело, закончился хорошо. Спасибо. Так, я представляю слово Дмитрию. Нет? Нет, подождите, по графику вы. Вот честно, я бы высылала. Потом уже наступило. Десять. Ой, десять минут, много. Пожалуйста, пять. Да, здесь у нас сложный момент, чтобы у нас не начался холивар, что есть системное мышление. И вокруг этого, да, я на всякий случай, как это олдскульный товарищ, придерживаюсь школы Глушко. Мне, как казалось, было три преподавателя, которые с ним работали, и поэтому некоторые новые определения системного мышления мне режут слух. Все имеет право на жизнь, пускай живут. Поэтому смотрите, здесь есть какой интересный момент. Я бы сказал, что это хорошо примененное потоковое мышление. Toyota Production System, когда у нас с вами есть повторяющаяся операция, которую мы повторяем и улучшаем из шага в шаг. Kanban – это система оптимизации потока. Есть более старая дисциплина, которая называлась системой массового обслуживания, в которой было все проработано математически еще немножко посложнее, но, соответственно, в телекоме она активно используется. Поэтому ребята большие молодцы в плане того, что они использовали тему потокового мышления, они использовали кусочек, связанный с теорией ограничений, в рамках которой мы действительно смотрим на то, что в потоке, в том числе и в системе, система способна выдержать нагрузку, ту, которая выдерживает самое слабое звено. Но успех как раз, с моей точки зрения, то, что как раз было показано, это был успех от частого повторения операции, при этом от повторения к повторению ребята нашли способ эти операции улучшать. Корректно? Я бы сказал так, что корректно с точки зрения рассмотрения, если с точки зрения практики, то да, корректно. Если с точки зрения того, что, а как добрались до тех проблем, проблем нет, то, в принципе, использовали те самые 7 альф, использовали те самые 7 альф, по которым сначала были обнаружены проблемы, то есть диагностику провели, посмотрели, где находимся, то есть в какой фазе проект находится. У нас проект был развертывание, то есть деливери такой, в принципе. Посмотрели по 7 альфам, кто где чем недоволен и кто кому чего обещал в начале проекта. Соответственно, соотнесли, кто чем недоволен, что обещали, для того, чтобы выполнить обещания, которые были даны в проекте, ну, как в смысле обещания, договорные обязательства. В принципе, под эти обязательства и посмотрели, где что изменить. То есть это, ну вот, улучшение потока – это часть. Окей. Да, это часть, которая, так скажем, результат уже. Окей. Хорошо. Следующий момент, который хотелось бы остановить, смотреть. В 2010 году, и Том Ульвик, по-моему, тогдашний руководитель CMMI, после встречи группы CEMAT, сказал, что это эпическое событие, сравнимое, разве что там, по-моему, я не помню, кого он там, грубо говоря, там заседание Второй мировой войны, когда там Сталин вместе сняли. Все, наука, теперь все сдвинулось. Прошло 10 лет, а ряды только поредели. Вот. Здесь вопрос заключается в очень интересном моменте. А вопрос сдвига парадигмы. Как раз системное мышление, то, о чем мы говорим, это история про то, что мы понимаем, что то, через какую призму мы смотрим на то, то, что мы делаем, а оно, собственно говоря, определяет то, что мы видим. И в 7-ми альфах есть очень интересный момент, который очень хорошо подходил к этому проекту. В телекоммуникационной индустрии заказчик, который заказывает решение, он действительно заказывает решение. Он знает, чего он требует. Это прямое применение для системного стэка, когда мы имеем дело с системой и подсистемой. Заказчик заказывает решение. И, соответственно, вот в этом контексте получается очень интересный момент. А если заказчик не capable, то есть он не может валидировать требования, которые сформулированы инженерной командой, у нас в этом случае у нас с вами 7 альф ломаются. Они ломаются в том смысле, что у нас больше не существует такой альфы, как заказчик, как требования. Клиент есть. Солюшен уже не солюшен, а продукт, потому что мы являемся компетентными в том, чтобы эту историю создавать. И тогда у нас с вами получается интересный момент, что проектное мышление, в котором мы выполняем работы, на проектное мышление, в котором мы выполняем работы под заказ, формируя спецификации, оптимизируя, частично используя процессное мышление, то, как они повторяются, работают только в ситуации как раз вот такого заказного, заказной ситуации, исполнения. Когда мы с вами смещаемся с парадигмы исполнения, в парадигму того, что мы с вами сами создаем систему, экосистему, или имеем дело с системой систем, а такой подход будет хромать. Пытаться натянуть 7 альф на контекст, в котором 7 альфы не являются подходящей онтологией, приведет к тому, что эта история сломается. И здесь вот интересный момент, он философский немножко, состоящий в том, что заказная разработка, скрам-разработка, то есть те процессы, которые хорошо легли в Семат, они все были связаны с заказом на исполнение. Ситуация, когда мы с вами сталкиваемся с ситуацией создания, а не исполнения, эта история ломается. И, собственно говоря, это вот и есть причина, по которой, с моей точки зрения, Семат не получил такое распространение. То есть, скорость роста разработки и задействованности людей в разработке программного обеспечения гораздо выше и больше, чем количество тех денег и проектов, которые делаются в парадигме заказчик-исполнитель. Парадигма заказчик-исполнитель, она не то чтобы умерла, она есть. Но по сравнению с объемом общей разработки и ценности, создаваемой цифровыми активами, она не катит. Не знаю, насколько это было полезно и интересно, но вот я хотел бы, как это, возвращаясь к системному мышлению, задуматься над тем, что наши фреймы, то есть наши концепты, через которые мы смотрим на мир, они очень сильно влияют, что происходит. Если в вашей руке молоток, то все проблемы будут похожи на гвозди. Если вы будете использовать 7-альф для любого проекта, то все ваши проблемы будут похожи на гвозди и в них всегда будут проблемы, связанные с отношениями заказчик-исполнитель. Я оставлю минуту, если кто-то захочет задать какой-нибудь уточняющий вопрос или передам микрофон дальше. Вопросов нет? Отлично. Я бы добавил, дело в том, что, опять же, системное мышление и 7-альф чем хороши, то, что ты можешь менять, ну, как сказать, то место, куда ты смотришь, да, то есть, в зависимости от того, какой уровень ты берешь абстракции от системы, у тебя получается, ну, и твои, ну, как сказать, и взгляд твой, то, и там, на гвозди ты смотришь, там, на болты ты смотришь, или на систему, из чего она состоит, то есть, то есть, как бы, ну, в зависимости от изменения твоего взгляда на то, что целевая, что обеспечивающая система, меняется и набор альф, то есть, в принципе, ты, так скажем, идешь, ну, я нисколько вот в системе под систем, в телекоме, он как-то раз говорит, что если нет заказа, то ты не знаешь, что делать, и система мышления на уровень выше. Микрофон. Говорится о том, что, вообще говоря, рекурсивное применение системного мышления, иди на уровень выше, потому что, если у тебя непонятны потребности, непонятны требования, то иди на уровень выше, потом еще на уровень выше, потом тихо уже спускайся, и каждый раз применяй системное мышление. В этот момент ты поймешь, что делать. Кроме того, слово заказчик, опять же, нигде не написано заказчик. Ну, там нет ни одного слайда, где написано заказчик. Всегда есть проектные роли, внешние проектные роли, еще и куча внутренних. Более того, они на каждом системном уровне свои. То есть, там такая матрешка из больших организаций. И считать, что это такая простая схема, как штамп один раз применил на данном системном уровне, это не системное мышление. Но это может быть системное мышление Глушкова и всех прочих, типа, Бир, тоже великий такой, вроде как системный мышление. И сама попытка уложить все системное мышление в переход от уровня к уровню вертикальной инкапсуляции систем, сейчас под вопросом. То, что я хотел сказать, это то, что компания Netflix, компания даже Microsoft уже так не устроены. И, соответственно, сама идея проектной парадигмы, в которой у нас с системой китайских ящичков, как я описывал Саймак, уже парадигма сменилась. И смена парадигмы как раз связана с тем, что это больше не система под систем. Выход на новый внешний уровень работает только тогда, когда у нас с вами есть идеология китайских ящичков. Открыл один ящичек, закрыл другой ящичек. Открыл один ящичек, закрыл другой ящичек. На более высокий уровень абстракции можно перейти только в системе под систем. Спасибо. То есть, вы говорите, что нет иерархии, часть целая. Ну, я просто уточнение. Потому что для меня описание деятельности, то есть то, что таскается между проектами, это одно описание. Системное мышление про деятельность. Открываешь учебник системного мышления, а там про деятельность. Говорится, что, конечно же, деятельности, как функциональные единицы, они какими-то конструктивными работами внутри проектов они выполняются. То есть, есть отдельное мышление про деятельности, не проектное, да? Есть проектное, когда работы надо делать, да? Потому что, ну, как бы можно вечного так делать. А другое дело, когда вы говорите, что нет отношений, часть целая, мы на мир не смотрим, как на некоторые иерархии. Тут я хотел бы просто похихикать и сказать, а как? Система. Да фирм тут вообще, давайте остановлюсь, чтобы у нас не было философского диспута. А он сразу философский, потому что вы же сказали, что системное мышление не работает. Я говорю, отлично. Спускаемся на уровень антологии, эпистемологии. Если что, я тоже член попечительского совета антолог-форума. То есть, у меня как бы и экзекьютив комиссии из нашего русского отделения вот этого Семата, когда он был активен. То есть, я тут могу профессионально вести дискуссию на этом уровне тоже. Коллеги, я возвращаюсь к простому тезису. Я говорю, что это неверные рассуждения. Они неверные. Я беру слово. На антологическом уровне неверные. Коллеги. А дальше возвращаемся с верными антологическими рассуждениями. Системное мышление оно, оказывается, работает. Поскольку два участника круглого стола, спокойно, Дмитрий, я это заявляла в правилах ведения. Как только два участника круглого стола не согласны по какому-то вопросу, мы этот вопрос выносим за рамки нашего круглого стола. У нас стол круглый. У нас письменные дискуссии были, вы погуглите. Пожалуйста, Неоднократно. Мои аргументы там есть. И, пожалуйста, там дискуссии. Полная сеть. Письменные. Лучше письменные. Мы все за этим наблюдаем. Да. Это интересно. Я предоставляю слово Андрею Шпаневу, главному инженеру разработки одного из подразделений Центробанка, Сбербанка. Вот, пожалуйста. Вот, да. Я расскажу примеры своей практики, как системное мышление помогает решать какие-то проблемы именно системных аналитиков. Это будут более приземленные примеры, чем дискуссия, которую мы слышали ранее. Наверное, наверное, в продолжение рассказа Сергея. Итак, две системы обмениваются документами. В рамках разработки этих систем есть работы по реализации преобразования структуры одного документа в другую какую-то структуру. И на проекте такой компетенцией обладал один системный аналитик. Ну, это были работы закреплены за системными аналитиками. И вот такой компетенцией обладал один системный аналитик. Естественно, все задачи сводились на этого системного аналитика. И он был таким узким горлом. Естественно, там сроки немножко вылезали, а где-то и не немножко. Поэтому было принято решение обучить, потому что, естественно, это был не один аналитик в проектной команде, а были и другие, но у них просто не было таких компетенций. Соответственно, было организовано обучение текущим работам, обучение провели в несколько потоков, и какие-то из аналитиков потом выросли, развили в себе эти компетенции, и получилось так, что поток этих задач был распараллелен. Как можно было бы этого избежать еще до начала реализации большого объема документов, которым обменивают систему? Самый простой подход – это составить матрицу компетенций, то есть применить такой системный подход, собрать всех участников команд, свести в таблицу, прописать, какими компетенциями они обладают, посмотреть на эту таблицу, и сразу становится понятно, каких компетенций не хватает. Это не всегда, в моем примере, разработка XSLT при образовании, так же иногда вылезает, что не хватает каких-то бэковых разработчиков, фронтенд разработчиков. То есть примеры могут быть для конкретного проекта, они могут быть свои какие-то, но самое главное, что применить вот этот системный подход в понимании, какие компетенции есть, каких не хватает. Еще один пример немножко из… Андрей, все. Все, время? А, к сожалению, время прилетает. Да, у нас, к сожалению, да, вот совсем это… Можно сейчас, в следующий час, здесь аудитория свободная, можно будет остаться и поговорить более там предметно, свободнее в Варкамп. Вот, и я хочу подвести итог, вот, и обратить внимание на какую-то часть, которую я не сказала, наверное, про… Когда рассказывала про МЖСНС, суть этого подхода не в том, что заменяет какие-то практики, технологии, методы, а оставляя все то, что мы сейчас имеем, оно как бы встает, дает основу, как за этим следить, как контролировать то, что мы иногда в нашей текучке знаем, но не обращаем внимания. А у нас, потому что очень много всего, на крупных проектах, это там сотни этих объектов и даже тысячи, я уж не говорю, сколько задать жире, да. Вот, здесь нам дается возможность следить за важными. Будь это канбан, будь это скрам, будь это еще что-то. Мы, это при всем при этом, у нас есть инструмент, который позволит нам выделить важное, неважное не смотреть, оно само подтянется за этим важным. А вот именно обращать внимание на элементы, которые важны, не элементы даже, а эти альфы. Вот, их даже нельзя назвать элементами, это не атомарная сущность. Вот, да, спасибо, у нас, в принципе, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы немножко подошли к концу. Вопросы есть? Я вопросов в чате тоже не вижу. Сейчас посмотрю еще раз. Все испугались? Пугаться не надо, это работает. Дело в том, что на больших проектах в том-то и беда, что даже когда поняли, что заказчик хочет, заказчик никогда не хочет. Да, я совершенно с Дмитрием согласна, что нам нужно туда к нему идти, заниматься стратегированием, все это так. Вот, нисколько не спорю. Вот, да, нам на вот том уровне работать надо. И можно вернуть вот мою презентацию, посмотреть на каких уровнях. Мы, как аналитики, затрагиваем каждый уровень. И до работ, и до менеджерского, инженерный наш уж, как бы совсем. Но и, естественно, наш вот первый предпринимательский. Да, мы придумываем. Дмитрий, я в 90-х годах стратегированием с заказчиком занималась. Честное слово, я приведу пример. Да, конечно. Ну, я думаю, мы уже закончили, можно переходить к Баткампу. У меня немножко просто другой тезис. Есть парадигма, которая нам помогает и которая нас фреймит. Есть проектный подход, есть продуктовый подход. И это немножечко другая история. Это не значит, в каждой парадигме есть свои ответы на все вопросы. Вот целостная, она целостная система. Она родилась в 80-х, 30 лет росла. Проектная методология и то, как системное мышление ее обслуживало, там есть ответы на все вопросы. Это я ни капельки не умоляю, я сам это очень люблю. Я хочу спросить, что такое проектная после этого. Потому что кейс-менеджмент – это проектная методология. Вот работа с issues, agile – это проектная или нет? Приходите, поспорим. Я сейчас мыслим закончить. Не, я просто, чтобы понимать. Потому что, когда говорится проект, я уже понимаю, что проектом называется не то, что PMBOK, не IPMI, не P2M. Вроде никто из присутствующих не говорил проектное управление, в смысле ассоциации проектного управления, что она понимает под проектом. Другое понятие. Да, поэтому, что спорить-то? Ушли те проектные. Есть процессное управление? Это проектное управление? Итак, да. То есть мы говорим, скорее всего, про операционный менеджмент. Мой тезис такой, что проектное управление, как его ассоциации мыслят, ну сдохло оно, да, конечно, оно не используется. Но операционный менеджмент, системная дисциплина, остается operations research. Системная дисциплина называется operations research. Анатолий, я сейчас мысль закончу, и потом я отвечу на Ваши. Соответственно, моя позиция, она очень простая. Это есть, вот точно так же, как возник наш спор с Анатолием по поводу, есть иерархичность или нет иерархичности? Есть иерархичность. Есть ивклидовая геометрия, есть геометрия Лобачевского. Есть системное мышление, которое рождено и развивалось в контексте проектного подхода, который развивался из процессного, а процессный развивался из операционного. Это исторические перспективы, которые помогают делать те или иные выводы. Соответственно, вначале был только операционный менеджмент, потом был только процессный подход, потом появился проектный подход, потом к проектному подходу добавился продуктовый. Каждая деятельность рождает свою онтологию. Это нормально. Единственный тезис, на который я хотел обращать внимание, это как раз тот самый момент, что в создании продуктов, тем более цифровых, больше вот эта конструкция иерархичности, то, как системная инженерия позиционировалась, то, как делаем самолеты, в которой у нас есть АПК, аппаратно-программный комплекс, и в которой в том числе даже agile – это всего-навсего метод, способ итерирования для получения определенного результата. Это не единственная парадигма, это не единственная точка зрения. Единственный тезис, который я озвучил. И между этими точками зрения можно переключаться, если понимать контекст. Но это часть системного мышления. Да, в этой части, в этой части. Отлично. И чем это противоречит альфам? Бывает другой набор альф в разработке программного обеспечения. Безусловно. Они могут выглядеть, например, как под альфы этих. Нет. Первый вариант. Второй вариант. Бывают доработки. Например, для системной инженерии, как раз у нас в учебнике системного мышления, и тут на слайде был другой набор альф. А просто другие – нет проблем. Если вы хотите доехать до фронтира по железной дороге, то есть используя вот такие наработанные человечеством лучшие методы, то вы доезжаете до фронтира. Если вы хотите прямо изобретать вот эти другие, вот в той точке, где мы начинаем это движение к фронтиру, то эти доехали и пошли рубить сельву новых проектов. А вы будете рубить сельву с начального момента. Анатолий, я просто пытаюсь, я не противоречу. Просто есть фронтир в третьей промышленной революции с автоматизацией, проектами и всем остальным. Я вообще не знаю про революции, потому что я в жизни не видел ни одной революции промышленной. И я думаю, ни у кого присутствующих революции в проектах промышленных нет. То есть это журналисты придумали про вот эту классификацию про революцию. У нас есть конкретные... Я покажу слайд, который опровергает это. Приходите. ...не проектного подхода, как это принято в проектных ассоциациях. Это да. Operations research – это перпендикуляр, вообще говоря, к проектному подходу, к процессному подходу, к кейс-менеджменту. Просто перпендикуляр. Как ставить через запятую? Это примерно как кресты металлические, запятая кресты католические. Да, вопрос. Мой антолог протестует внутри меня. Я в этом случае задам нашу другую сторону вопрос. Вот сколько было сказано о том, что эта система ломается, если у заказчика нет возможности рецентировать на работу? Что делать? Так, вопрос к кому? А кем было сказано? Дмитрием? Если вот про мой проект, я могу сказать, что были случаи, когда не хватает экспертизы у заказчика, чтобы что-то принять от нас. Но как бы в этом случае, что называется, по системным уровням ищем вверх-вниз. То есть кто может принять результат вот этой деятельности уровнем выше. Соответственно, вот у нас появился новый, как я уже рассказывал, появился новый проект в окружении, который менял объем работ, который нам нужно было сделать. То есть одна из подсистем меняла, должна была быть заменена на другую версию. Соответственно, нам пришлось, и она стала, так скажем, блок-фактором. То есть если мы ту подсистему не меняем, то и наш проект тоже встает. А для нас это означает, что мы платим деньги проектной команде, а результат не получаем. И мы, собственно говоря, смотрели. Мы дальше начали смотреть на окружение системное, на то, что мы меняли, на нашу опорную сеть оператора. Мы стали смотреть, начали пытаться смотреть на эти, как скажем, подсистемы, как черные ящики. То есть если внутри этого черного ящика экспертизы у заказчика нет, но он знает, что это должно выдавать как результат. То есть отрабатываться сервисы, вот этой, так скажем, дополнительной подсистемы на том уровне, на котором заказчик понимает. У него есть программно-аппаратные комплексы, куда втыкаются эти данные, куда эти данные попадают. Вот он получает эти данные в ту свою систему. Отлично, все хорошо. Он не знает, как наша коробка вот эта вот работает. Первый раз вы всегда получали себе заказчику то, что мы не знаем. Ну, мы прототипами пользовались. То есть мы, ну, потому что и мы тоже не знали, что он до конца хочет. Мы знаем, что та черная коробка, куда мы данные передаем, из нашей черной коробки, знаем, что она хочет на входе. А как будет она себя вести, удовлетворит это заказчик или нет, мы не знали. И для этого были прототипы. То есть мы делали, так скажем, опять же, про управление конфигурациями. То, как мы начинали проект, какие были у нас конфигурации, что мы новые ставили. И то, как мы это делали в конце проекта, там было пять разных версий. То есть, грубо говоря, ну, вот подходы менялись в процессе. Как мы, так скажем, вот эти… Нет, на начальном не закладывалось. То есть, и мы… Ну, конфликт решался, нам нужно было результат. Как бы нам нужно было закончить проект и не потратить больше денег. Заказчику нужно было в сжатые сроки не платить больше и получить нужный результат. Ну, я могу сказать, что мы в конце, в общем-то… Смотрите, смотрите. Мы то, что вот сейчас мы на приемке планировали вначале, прямо подробно все. Когда мы, заказчик, уже поняли, что, ну, можем доверять друг другу, результат тот, который нужно, мы количество приемок сократили. Ну, потому что они уже видели, что качество того результата, который мы им отдаем систему, оно не требует того набора приема-здаточных испытаний, которые нужны. Мы там прием-здаточные испытания в три раза сократили. Там где-то фазы промежуточные по миграции, то есть подключили, протестировали, работает, откатились. И только после анализа вот этого тестирования переключали там старую систему на новую. А когда вот мы поняли, что у нас уже получается без вот этих вот, без анализа, да, ну, как качество, то переключали уже без тестирования. То есть не было там… пропускали многие фазы именно приемки. То есть вот где-то в другом есть ли? Ну, по сути, да. Я тут замечу, что когда вот задается вопрос, а как же вообще можно это сделать, кто позволил вот такое, потому что записано одно, сделали там пять разных итераций. Это сильно зависит, что у вас в головах. Я в своем докладе подчеркивал, что если вы будете не аналитиками, то есть людьми, которые высказывают свое мнение, понимают все. Если вы будете инженерами, то есть будете говорить вот так, пять итераций, прототип делаем. Другое вообще отношение. Если аналитики бы пошли к заказчику, ничего бы не было. Идут инженеры, они говорят, будет вот такой черный ящик, такой интерфейс, тут такой ящик, тут столько испытаний. Он операционный менеджер. Он говорит, отлично, делаем прототип. Это означает, что не я имею такое мнение и высказываю пожелания, а приняли решение. То есть инженеры и менеджеры, они принимают решение. И при этом вот так можно выполнять дальше работы. Если мы все аналитики, то мы только советы друг другу даем, рекомендации. И тогда, конечно, все стоит, потому что какие-то высокие дяди, не понимая, должны принимать решение. Нет, а работа сразу организуется так, что нет высоких дядей, которые будут принимать решение по советам, а мы и есть принимающие решение. Чувствуете, вот это просто разница, с чего у вас в головах? Вы инженеры, менеджеры и предприниматели? Или вы аналитики, дающие советы другим людям? Тогда, конечно, непонятно, как все происходит. Спасибо большое. Вот я думаю, уже заканчиваем. Я хочу сказать в продолжение этого о том, что название у нас такое аналитики. Оно родилось в 90-х годах. Я не видела, может, Дмитрий подскажет, было ли оно в 80-е. Должность и название, как бы, не роль, не должность. Ну, вот, не знаю. Должность, не должность. Потому что должность и роль, они очень часто... На самом деле, без нашего принятия решения не бывает ничего в проекте. Вот честно говорю. Вот мы, на самом деле, мы подсказываем, мы первая рука, правая рука руководителя проекта. Мы говорим, чего не хватает. Мы видим, ой, еще вот этого нету. Ребята, мы видим, что заказчик неправильно понимает свои потребности. Он хочет вот этот отчет, а его можно не делать вообще. Можно перестроить цепочку процесса так, что не будет вот этого куска, где люди работают ночью. У меня была такая практика, такой проект. Там много чего можно, но мы не выполняем только аналитические работы. Хотя аналитические очень важны в нам. То есть вы правая рука начальника, как уже было сказано, руководителя проекта. Я предлагаю модель такую, что руководитель проекта, ну, он менеджер, а вы просто называетесь инженером. И после этого вам не надо быть правой рукой. Вы сами себе руки. Чувствуете раньше? Если вы инженер, то вы говорите как и заказчик, при этом инженеру. Точнее, заказчик. Объясняю. Руководитель не нужен, чтобы перепринять решение инженера. Если вы аналитик, то вы рука чья-то. Ну, знаете, вот эту парадигму я бы не хотела менять. Нет, не в том. Я объясню, почему. Я объясню, почему. Потому что ответственность никто за себя не хочет. Инженерная. Ответственность я никогда. Я же абсолютно другая. Инженерная начинает с того, кто сидеть будет. Короткий ответ, который, возможно, примирит точки зрения. Аналитики говорят, не мы. Короткий, 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 опять-таки, расширение границ, которые примирят точки зрения. А если брать упрощенно Кеневин фреймворк, если брать более сложно, есть разный уровень технологической зрелости различных областей. Когда технологическая зрелость области такая, что исполнитель начинает гораздо лучше понимать, как нужно делать проект, происходит изменение формата взаимодействия. Первый уровень, когда никто ничего не знает, это исследование. И только сумасшедшие там что-то кому-то заказывают. Это pet projects. Второй – это проектная деятельность, в которой уже заказывается, по сути дела, time and material, там, где работают аналитики. Третий уровень зрелости – это тиражируемые решения, в которых, то, о чем говорил Анатолий, появляются инженеры. Не заказчик говорит, с какой стороны мне поставить к машине колесо, а инженер говорит, извини, руль вот здесь, колеса вот там. Соответственно, следующий уровень технологической зрелости – это когда уже создается готовый продукт, который похож к уровню зрелости знаний в Simple. Мы с вами, когда покупаем машину или берем айфон или телефон, мы не бежим к нашему исполнителю с криками «поправьте вот там фасочку, добавьте вот туда батареечку» или еще что-то. Нам предоставили решение, которое мы выбираем по внешним атрибутам. Инженер с нами не говорит. И в зависимости от зрелости области у нас с вами будет меняться, и что мы будем называть системным мышлением, и как мы с вами будем работать. Вот аналитик работает в зоне зрелости, которая требует, соответственно, вот этой работы, взаимодействия с заказчиком. Когда у заказчика есть еще крохи мозгов, есть крохи экспертизы, и нам надо экспертизу исполнителя подружить с экспертизой заказчика. Когда экспертиза исполнителя выше экспертизы заказчика, появляется инженер, который говорит делать раз, делать два, делать три. И тогда заказчик говорит, слушаюсь. Вот и все. У меня просто третий час вот это ощущение, поэтому я не могу не задать вопрос. Вопрос в терминологии. Гипотеза, что те, кто сейчас считают себя здесь находящимися аналитиками, когда слышат аналитик, возможно, подразумевают, думают о инженере по требованиям. Верно ли, точнее не так, у меня сложилось впечатление, что когда вы говорили про аналитиков, вы подразумеваете не инженера по требованиям, а консультанта. И если вот эту разницу в терминологии решить, то станет легче для понимания или нет? Дело в том, что тут сильный такой клубок. Первое. Я ни разу не говорю, что аналитик – это инженер по требованиям. Говорю, например, инженер по требованиям. Очень многие аналитики выполняют роль, например, архитектора предприятия. Инженер по требованиям, он занимается архитектурой. Но, смотрите, если он архитектор предприятия, он говорит, что в предприятии у нас будет вот тут вот три службы. А если он аналитик, то он не говорит так. Он говорит, ну, мы тут долго изучали, проводили интервью, подумали с мужиками. И вот правая рука начальника. И начальник, ты подтверди, что у нас три службы. Долго объясняют начальнику. Чувствуете вот разницу? Аналитик говорит, ну, вот мы поняли. То есть основная функция – делить на части, понимать. А синтез кто делает? Ну, начальник вроде делает. На самом деле, в свободное от работы время, аналитик делает этот синтез как рекомендацию. Но работа по синтезу в аналитической работе отсутствует. Аналитический отчет – то, что делают аналитики. И когда речь идет о синтетических документах, они разные. Например, вы пишете план испытаний. Но план испытаний – это VNV инженеры. Ну, как бы другие инженеры. То есть мы спускаемся на ступенечку ниже. И это, опять же, инженеры. Это не аналитики делают план испытаний. Аналитики, конечно, они могут рассмотреть план испытаний и сказать, что у тебя тут с концами не сходятся. То есть это часть работы по изготовлению плана испытаний. Я даже скажу, что то, что сегодня называется аналитик, он даже выполняет, может быть, не всегда, но достаточно часто выполняет работы системного инженера. И мой пойнт – просто назовитесь так. Ну, давайте менять все подходы. А, назовитесь так, вам отношение изменится. И все эти разговоры, что меня не слушают, меня не слушают. Спасибо. Вы одно дело архитектора не слушаете, а другое дело аналитика не слушаете. Все. Одно дело аналитический отчет прочли, но не приняли к сведению, а другое дело вот архитектура, и как бы живем по ней. Ну, есть такая проблема, что нас не слышат. Это да. Спасибо. Все, потому что у нас… Да, еще школа системного менеджмента Анатолия Игоревича дала скидку на курс. Я только не помню, на какой. И там этот промокод на системное мышление. Я потом найду, напишу. Я об этом ничего не слышал, но если есть скидка, значит она есть. Вот, да, на курс. Продолжение следует.